Всем привет, с вами Евген. В этом видео мы продолжим разбирать прекрасный разговорный язык немецкого ютубера LeFloid. Сегодня речь пойдет об одной немецкой девушке, которая случайно засветилась на немецком телевидении и, к несчастью для себя, стала, ну как бы что ли, иконой испорченной молодежной, она как-то так это можно выразить. Но не буду сейчас вдаваться по-русски в подробности, сейчас сами все услышим, переведем, разберем. Новость эта названа следующим образом, sie will party machen und alle verlieren den Verstand. То есть она говорит, что хочет тусоваться и все просто сходят с ума по этому поводу. Дословно, alle verlieren den Verstand, все теряют рассудок. Итак, для начала, как обычно, послушаем, как LeFloid говорит этот текст. Я все для вас, как обычно, попытался максимально точно затранскрибировать. Итак, слушаем. Und falls ihr euch jetzt gerade gefragt, wer zur Hölle ist Ida, dann kennt ihr vielleicht ihren Namen nicht, aber bestimmt die ersten Memes und bitterbösen Posts über sie. Ida ist eine sehr junge Frau, die im Heute-Journal darüber befragt wurde, was ihr aktuell unter den verschiedenen Auflagen, die die Pandemie mit sich bringt, zu schaffen macht. Und Ida hat sich jetzt nicht wahnsinnig gewählt oder politisch korrekt ausgedrückt, nein, sie hat einfach das rausgehauen, was ihr ohnehin auf der Zunge lag. И это было теперь, что она мистит это фея, она мистит это партимахи, она мистит эти экзессивные социальные отношения с ГЛАЙТРИГИЕМ. Я была сейчас, я не могла быть в месяц, и я была дала три раза в неделю, и это уже тревоги. Я требую это, я обращаюсь, и обращаюсь, и это мне очень важно. Поэтому будет эта вторая война так сложнее, и поэтому будет еще больше партейсов, потому что многие это просто смело. Хочет… И так, теперь в спокойном темпе, читаем и переводим. Und falls ihr euch gerade fragt, wer zur Hölle ist Ida, dann kennt ihr vielleicht ihren Namen nicht, aber bestimmt die ersten Memes und bitte bösen Posts über sie. Если вы себя сейчас спрашиваете, что это за Ida такая, то вы возможно не знаете ее имени, но точно знаете первые Мемы и едко злобные посты о ней. Ida ist eine sehr junge Frau, die in Heute-Journal darüber befragt wurde, was ihr aktuell unter den verschiedenen Auflagen, die die Pandemie mit sich bringt, zu schaffen macht. Ida, очень молодая девушка, которая в программе Heute-Journal спросила о том, что ее сейчас больше всего напрягает из различных запретов, которые pandemia принесла вслед за собой. Und Ida hat sich jetzt nicht wahnsinnig gewählt oder politisch korrekt ausgedrückt. Nein, sie hat einfach das rausgehauen, was ihr ohnehin auf der Zunge lag. Ida выразилась не очень взвешно или политически korrektно. Нет, она просто выпалила то, что у нее так или иначе было на языке. Und das war nun mal, sie vermisst das Feiern, sie vermisst das Party machen, sie vermisst diese exzessiven sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen. А именно, она скучает по тусовкам, она скучает по вечеринкам, она скучает по этим активным социальным Kontaktам со сверстниками. И теперь уже переходим непосредственно к тому, что говорит эта Ida. Я сейчас уже с Марта не тусовалась, я до этого три раза в неделю примерно. Das ist schon traurig. Also, ich brauche das nämlich. Eigentlich, ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten wird, es geht mir schon echt ab. Это уже грустно, но мне это нужно. Я на самом деле, в этом нуждаюсь, я сказал, что это будет, мне уже реально это не хватает. Deshalb wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele, das mittlerweile krass vermissen. Поэтому эта вторая волна тоже будет такой сложной, поэтому опять будут больше тусоваться, потому что просто так многие поэтому уже очень скучают. И теперь опять LeFloid, его комментарии. Und ja, ist es unverantwortlich, trotzdem heimlich Party zu machen, sich zu bezaufen, dann an dem Super Spread Event teilzunehmen? И да, безответственно ли, несмотря на это, тайно организовывать вечеринки, напиваться и затем участвовать в супер-серазном Eventе? Auch eine rhetorische Frage. Natürlich ist es das. Aber ist es jetzt gerechtfertigt, online, öffentlich, eine junge Frau an den Prangern zu stellen, als Ikone für alles, was falsch läuft, hinzustellen und sie wirklich anzugreifen, verbal fertig zu machen, eben weil sie erwähnt, dass sie das vermisst. Nein, das ist es nicht. Тоже риторический вопрос. Конечно, это так, однако, оправданно ли сейчас, online, публично, ставить молодую девушку к позорному столбу, выставлять ее в качестве иконы всего того, что идет не так, и действительно на нее нападать, уничтожать вербально, а именно за то, что она упомянула, что скучает по всему этому? Нет, это не оправданно. Вот такой вот текст, и теперь, когда вы знаете, как это все дело переводится, я предлагаю еще раз посмотреть оригинальное видео. И если вы сейчас спросите, кто в гостинах Ида, то вы не знаете ее название, но вы обязательно все первые memes и биттерболы посты о ней. Ида она очень молодая женщина, которая в сегодняшнем journal вопрос, что она сейчас в различных области, которые она позволяет. Ида не выбирала или политически корректно. Нет, она просто что-то выставила, что она в голове была. И это было теперь, что она мистит это феяна. Она мистит это партимах. Она мистит эти социальные социальные в отношениях с ГЛЕЙЧАЛТРИГИН. Я сейчас... ...и с мэрз не перестала. И я дала три раза в неделю. И это очень... ...травый. Я требую это вообще. Я обращаюсь к нам. И я обращаюсь к нам. И это мне очень важно. И поэтому будет эта вторая была очень сложной. И поэтому будет еще больше партий. Потому что многие это сейчас прекрасно поместят. И, да, есть ли это неправильно, тратим партийом, и потом в этом Суперспрадер-Евенте заниматься? И это тоже реторичная вопрос. Конечно же это. Но... Но... ...это это правильное, общественно, на юге женщины как икона для того, что не происходит, и она действительно нарушает, вербально, просто, потому что она говорит, что она это поместит? Нет! Это не так! Кстати, я заметил у себя по ходу дела небольшую ошибку. Прангер без Н на конце здесь пишется. Вот такой вот текст. Надеюсь, вам было интересно. И теперь давайте поподробнее разберём, что здесь есть с точки зрения лексики и грамматики, такого, что можно обсудить. В первой фразе wer zur Hölle ist jeder? Die Hölle – это дословно ад. И в разговорном контексте вот это вот zur Hölle вместе может использоваться при вопросительном слове, как я здесь вам написал was zur Hölle? wie zur Hölle? wann zur Hölle? В общем, с любым вопросительным словом на самом деле это можно использовать. И тогда вы сделаете из обычного вопроса гиперэмоциональный вопрос. То есть, по сути, здесь он говорит вместо просто wer ist jeder? Кто такая Ida? Вот затем вот zur Hölle можно было бы передать примерно как да шо это нафиг заида такая? Ну или может быть даже ещё как-нибудь пожёще, но я ограничусь этим примером. Но вопросы, конечно, могут быть на самом деле абсолютно любые. was zur Hölle macht ihr hier? Да что же он тут вообще делает? непонятно. wie zur Hölle macht man das? Да как же это, блин, делается-то? Вот как-то примерно так. Напишите мне, пожалуйста, несколько примеров с этим zur Hölle в вопросе в комментариях. Дальше обратите, пожалуйста, внимание на английское слово memes, что оно именно по-английски читается здесь в немецком языке. Дальше. Heute Journal. Это, ну, как вы, наверное, догадались, в общем, просто достаточно известная такая на немецком телевидении передача. На канале CDF, то есть центральное немецкое вещание. Я бы сказал, что это что-то типа нашего там второго канала, типа что-то нашего канала России. Дальше у нас интересная фраза идёт. was ihr die Pandemie zu schaffen macht? Вот эту вот фразу es macht mir was zu schaffen как раз и можно перевести это меня напрягает. Здесь у нас die Pandemie подлежащая. was у нас прямое дополнение напрягает кого? ihr, ее. И сама вот эта вот глагольная конструкция напрягает это zu schaffen macht. И в данном случае вот это вот слово auflagen переводится как запрет. И в следующем предложении смешно звучит слово wanzinnig. wanzinnig дословно безумно. И Ида выразилась, ну, не то что безумно взвешено или политически корректно. И здесь еще хороший глагол sich ausdrücken выражаться. Именно выражать свои мысли. И в следующем предложении очень классный глагол raus hauen. В данном случае, видите, я перевел как выпалила. То есть она рубанула с плеча, так сказать, высказала из глубины души то, что так или иначе было у нее на языке. Но здесь прям как дословно auf der Zunge liegen это лежать на языке. Когда ты прям что-то у тебя такой версии на языке хочется сказать. Вообще немецкий глагол hauen, рубить, имеет очень много разных вариантов употребления с разными приставками. Если вы еще не смотрели, то очень советую посмотреть мое видео про глагол abhauen, несколько его значений, которые вы найдете, нажав на и сверху. Дальше вот здесь вот у нас интересное слово der gleich altrige субстантивированное прилагательное сверстник. Дословно вот здесь вот altrisch прилагательное, когда какого-то возраста и gleich одинаковое. То есть одинаково возрастной дословно. И дальше непосредственно интервью. И прям здесь, мне кажется, сразу очень хорошо видно, чем отличается язык профессионального ютубера, блогера, насколько у него много разных оборотов, насколько у него много разных идиом и выражений интересных и достаточно сложный на самом деле такой язык, несмотря на то, что он это все прям очень быстро и динамично выдает. А у нее уже, ну, обычный разговорный язык обычного немца или обычной немки в данном случае. Первая фраза вот грамматически не идеально построена. Ich war jetzt bis seit März nicht mehr feiern. Не очень часто я встречаю вот такой вот двойной предлог bis seit. И мне кажется, что это немножко не норма. И потом вот этот вот feiern sein тоже не совсем норма. Ну, конечно, это нормально звучит. Ну, к этому можно было бы как-то, в общем, с языковой точки зрения придраться немножко. В следующем предложении, видите, у нее просто один глагол sein и больше ничего. И я была до этого три раза в неделю примерно. Она здесь хочет как бы повторить вот эту вот конструкцию feiern sein. то есть как бы пребывать на тусовке в этом процессе feiern, празднования. Только прошу вас ни в коем случае не копировать эту конструкцию, потому что, как я уже сказал, с грамматической точки зрения здесь есть к чему придраться. Если вы молодой немец, молодая немка, то это сойдет вам с рук, потому что будет звучать достаточно естественно. А если вы иностранец и скажете вот что-то типа такое, то вас могут и поправить. Дальше типичные слова-паразиты в немецком языке это also, eigentlich. Дальше у нас идет мысль Und darauf zu verzichten wird. И потом она не знает, как правильно после wird нужно было бы продолжить эту фразу, поэтому здесь как бы ставит точку и начинает новое предложение Es geht mir schon echt ab. И здесь интересный разговорный глагол Abgehen, который, по сути, на самом деле именно вот в такой вот конструкции и встречается. Es geht mir ab. Это как раз мне чего-то не хватает. Дальше, видите, она два раза подряд использует Deswegen. Deswegen wird diese zweite Welle. Deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert. И дальше у нас идет weil. И несмотря на то, что у нас здесь пауза, она все равно дает глагол в конец. Weil einfach so viele, dass mittlerweile krass vermissen. И, по сути, вот эти вот слова einfach и mittlerweile это то, что характерно для устной речи очень. Но сами по себе эти слова смысла особо не несут. И дальше мы опять возвращаемся к точному, такому профессиональному языку LeFloid. Сразу же смотрите, какой закрученный вопрос у нас тут с тремя инфинитивными конструкциями. И потом еще один вопрос риторический, который у нас тут еще больше вообще, я не знаю, на весь экран, который растянулся, можно сказать. И тут идиоматическое выражение Поставить кого-то к позорному столбу. Дальше тоже интересное выражение Выставить как икону для всего, что идет не так. Als иконе für alles, was falsch läuft. И заметьте, опять же, практически ни одного слова паразит. Точнее, даже не практически, а действительно ни одного слова паразит. Потому что там, например, даже словечка eben, которая часто встречается именно как слово паразит, здесь у него имеет очень четкую функцию подчеркнуть значение вот этой вот фразы. Вот это вот следствие. Именно за то, что она упомянула, что скучает по этому. Ну вот и все. На этом мы закончим разбор данного отрывка. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если так, то ставьте лайк. Подпишитесь на канал, если изучаете немецкий язык. Ссылка на оригинальное видео, конечно же, будет в описании. И также в описании будет транскрипт всего того, что я показывал на экране. Если вам, в принципе, нравится то, что я делаю, то, пожалуйста, поддержите меня одним из возможных способов, которые также указаны все в описании к видео. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое за внимание и до скорых встреч. Auf wiedersehen. Tschüss. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok